Река не помеха. Строители, занимающиеся возведением нового моста через Зею, намерены украсть у воды часть территории. Река не помеха. Общежитие, столово, медицинский пункт. Местная инфраструктура займет площадь в 50 тысяч квадратных метров. Сколько мостовиков здесь смогут жить одновременно и какие работы сейчас ведут на месте будущего перехода, расскажет Кристина Слепцова. Оценить масштаб развернувшейся стройки лучше всего получится с высоты птичьего полета. Длина площадки полтора километра от Зеи вглубь полей. Пока строительной романтикой с видом на реку здесь наслаждаются всего 260 человек. В пик работ число специалистов достигнет полутора тысяч. Впрочем, до сбора пролетных строений еще далеко, пока мостовики бурят скважины под будущие опоры. Пока геодезисты делают нужные отметки, сварщики трудятся над укреплением металлического каркаса будущей опоры. От этого будет зависеть ее устойчивость и долговечность. После того, как конструкцию поместят в 25-метровую скважину, зальют бетоном. И обязательно проверят его качество. Заложены специальные трубки, которые, ну, проектом, в которые можно потом проверить качество выполненных работ. Ультразвуком проверяется сплошность уложенной бетонной смеси. А качество арматурного каркаса проверяется перед тем, как его погрузить в скважину. Таких скважин пробурят по 12 штук для каждой из 26 опор, на которых будет стоять мост. Пять из них строителям придется возводить прямо с воды с помощью барж. Для установки других на Зее отсыпят технологическую дорогу. Это место искусственно созданное. Мы отсыпали эту площадку для того, чтобы сюда могла попасть строительная техника и приступить к сооружению 21-й опоры. Не помешает этому даже капризный характер реки. За последние 10 дней Зея поднялась на метр сорок. Но отсыпать площадки будут еще выше, чтобы не останавливать масштабную стройку ни на минуту. Зимой мы не останавливаемся. Продолжаем работать по устройству горно-вилых столбов, сооружению опор, ростверки тела опоры. Работа будет вестись независимо от погоды. Пока работы идут только на левом берегу. На правом власти продолжают выкупать у собственников участки и работают над переустройством действующих коммуникаций. Это переустройство, линии электропередачи, это коллекторы, это водоотвод, кабели связи. Очень много коммуникаций, которые требуют переноса. Все эти затраты изначально заложили в стоимость моста. Новый автомобильный переход через Зею обойдется почти в 20 миллиардов рублей. Запустить движение по нему планируют в конце 2022 года. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Прогуляться по новому скверу в микрорайоне рядом с бывшим кинотеатром «Харбин» у горожан получится уже нынешней осенью. Реконструкция места отдыха стартовала с демонтажных работ. Первую часть мы делаем «Харбин», чтобы не разводить бардак, грязь на участке. Второй этап у нас уже будет фонтан. Фонтанная зона, материалы мы заказали, у нас будут гранитные ступеньки, будут лавочки, чтобы было гражданам сидеть можно было. Ну, вот такая отдыховая зона. Плюс мы еще сделаем пандусы, на сегодняшний день их нет. Завершить демонтаж старых бетонных плит на крыльце «Харбина» рабочие планируют к выходным, затем начнут заливать свежий материал. После того, как это место обустроят согласно проекту, специалисты приступят к разбору старой тротуарной плитки, укладки новой, терракутового цвета и обновлению фонтана. Его покроют фактурной штукатуркой. На то, чтобы вдохнуть жизнь в это место отдыха, за благоустройство которого проголосовало большинство гаража, у специалистов уйдет чуть больше трех месяцев. Еще один район Благовещенска перестанет топить после дождя. Работы по обустройству безнапорного канализационного коллектора идут на участке улицы Октябрьской между театральной и политехнической. На площадке уже завершено около 70% от запланированного объема работ. Проложены сети, обустроены поперечные дождеприемные колодцы. После полного обустройства этой ветки лишняя вода после дождей будет уходить в общую ливневую магистраль на улице Театральной. В ближайшее время подрядчик подготовит основание под асфальт и уложит дорожную одежду на отрезки протяженностью 251 метр. Сдать участок планируется в середине августа, пока работы идут с опережением графика. Автомобилистам запретят останавливать машины вдоль улицы Богдана Хмельницкого между Горького и Амурской. Ограничение будет действовать с 20 августа по четной стороне этого отрезка. Парковаться вдоль дороги нельзя будет от 42-го дома, расположенного на Богдана Хмельницкого до улицы Амурской. Общественного транспорта этот запрет касаться не будет, автобусная остановка останется на месте, как и та, что расположена на улице Горького в районе 154-го дома. На этот участок тоже будут распространяться новые правила. Это позволит обезопасить движение и исключить аварийность. Дорожные знаки «Остановка запрещена и работает эвакуатор» установят на обоих участках в середине августа. В детских поликлиниках Благовещенска организуют прием педиатров для оформления справки в детский сад. Дополнительные меры власти приняли, чтобы предотвратить столпотворение родителей, желающих вновь повезти малышей в ДОУ. Как сообщили в Минздраве, участковую педиатрическую службу усилили за счет привлечения врачей и фельдшеров из детских садов и школ. Дополнительные специалисты будут работать в поликлиниках с четверга 30 июля с 8 утра до 3 часов дня. Родители с детьми на входе будет встречать администратор, он же будет регулировать потоки пациентов. Врачи станут принимать их по очереди, а для большего удобства процесс получения справки упростят. Носки и соскобы для анализов возьмут непосредственно в самой поликлинике, так что ехать в лабораторию никому не придется. Результаты анализов будут готовы в течение 3-5 дней. И если у врача не возникнет опасений насчет состояния здоровья ребенка, родители получат справку и смогут отвезти чадо в детский сад. Богатый урожай меда в этом году ожидают амурские пчеловоды. Как минимум в три раза больше прошлогоднего. В 2019-м сбор этого лакомства был скудным из-за засушивой погоды. А в текущем он даже начался раньше обычного. В пасеках героя нашего следующего сюжета стоит недалеко от Благовещенска. И трудятся там австрийские пчелы. Откуда они в Преамуре и чем, по мнению пчеловода, они лучше своих дальневосточных собратьев, узнаете из сюжета. Сейчас видно, что очень сильный лед пчелы. Смотрите, сколько ее. Зажгли дымать, чтобы немножко подуспокоить. Успокоить пчел поможет дым, учуяв запах которого, пчела набирает в зоб трехдневный запас меда. И под тяжестью этого груза уже не может никого жалить, рассказывает пчеловод Вадим Сухоруких. Сейчас на его кочевой пасеке, которая стоит в районе 18-го километра Новотроицкого шоссе, живет 100 семей австрийской породы со сложным названием Карника троизек 1075. Первых маток привез из Майкопа и уже два года культивирует. Это пчела миролюбивее среднерусской дальневосточной. И пчелопродукции дает на 40% больше. У нее хоботок длиннее на 2 миллиметра, то есть язычок она может достать там нектар, где не может обычная пчела взять. По работоспособности она намного выше. Яйцекладка у матки тоже больше, там на 200 или на 300, от 200 до 300 яиц в сутки. То есть по продуктивности намного-намного сильнее. Еще один плюс в том, что такая пчела практически не роится. Ведь если рой отделился от семьи, меда от него не получишь. А главный взяток у пчеловодов уже начался. Причем на две недели раньше, чем обычно. Погода благоволит. Высокая влажность и температура позволяют скапливаться в растениях большому количеству нектара. Исключение составляет только липа. Сок для пчел почетным годам она выделяет плохо. Зато с цветочного разнотравия в этом сезоне Вадим планирует собрать порядка 10 тонн. Прошлый год был показательный к тому, что нельзя надеяться только на дикоросы. Обязательно нужно иметь свои поля. Если нет своих полей, то договариваться с фермерами, у кого есть покосы, для того, чтобы подсеивать ту самую траву, которую выделяет очень неплохо нектар. То есть будем так говорить кооперироваться. И переезжать в разные районы области за другими сортами меда. Гречишный пчелы Вадима собирают в Заветинском районе, а в середине августа пасека перекочует в Архаринский район. Поживиться нектаром с серпухи венечной. Мед с этих цветов получается с зеленоватым оттенком. После всех переездов с каждого уля пчеловод получит от 150 килограммов полезного лакомства. А пока его подопечные собирают нектар недалеко от Благовещенска, планируют установить здесь пчелиный домик. Что это такое, мы расскажем, когда пчеловоды отметят медовый спас. Анжелика Павлова, Денис Лугов, Программа «Город». Древние греки ели мед, чтобы продлить свою жизнь. Как известно, отец медицины Гиппократ, очень уважавший мед, прожил 110 лет. А в Египте продукт пчеловодства применяли для бальзамирования мумий. Сладкое лакомство славится своими полезными и лечебными свойствами по всему миру. Ему находят множество применений. Как используют мед благовещенцы, наш корреспондент узнала у прохожих. Ответы уже в эфире. Пью с чаем, чтобы выздороветь. В кашу добавляем, тоже полезно очень. Мед вообще в пользу, в силу. Медовик очень любим. То есть на водяной бане размешиваем мед, добавляем все ингредиенты, делаем слои, запекаем и смазываем каким-нибудь кремом вкусным. Вы знаете, от кашля хорошо. Натираешь редьку, туда две ложки меда, одна редечка средняя, настаивается, сливаешь и пьешь. Очень хороший рецепт от кашля. У меня еще мед есть такой, который я не люблю. Гречичный, многие любят, я не люблю. Вот я его в баню использую, с солью натираюсь. Делаем маски, можно даже купаться, добавлять ложку меда в ванну. Ну и обтирать тело, смешивать с другими там ингредиентами. В бане всегда делаем массажи друг к другу. Очень полезно. И для суставов, и для антицеллюлитных. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш ватсап, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. В четверг, 30 июля, в Благовещенске утром ясно. Столбики термометров поднимутся до плюс 26. Штиль. Днем ветер подует с юга со скоростью 3 метра в секунду. Станет жарко. На небо набегут тучи и пойдет ливень. Вечером продолжит капать. Температура снизится до плюс 25 градусов по Цельсию. Едва ощутимый южный ветер. Ночью он сменит направление на юго-западное и стихнет до 1 метра в секунду. Плюс 21, небо чистое, густой туман. Атмосферное давление доставит дискомфорт метеочувствительным, не удержится в пределах нормы и будет низким. 743 миллиметра ртутного столба. Не нервничайте по пустякам. Дмитрий Нестеров, автор и исполнитель песен, телерадиоведущий, актер. Родился 9 августа 1980 года в Москве. После окончания школы поступил в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Но спустя год решил сменить профиль. Пошел учиться на актерское отделение Института современного искусства. Позже продолжил учиться в ГИТИСе. И перспективного певца вскоре заметил Стас Намин. Пригласил к себе в театр, где Дмитрий с третьего курса начал играть главные роли в легендарных мюзиклах «Волосы», «Свадьба соек» и «Иисус Христос. Суперзвезда». Ко всему прочему, Нестеров победитель шоу «Алла ищет таланты». Я живу в столице, и там очень много смешения, где люди не чувствуют стиля, где людям важно на один раз, рассчитывают на большое количество людей и знакомство на один раз, дружба на один раз. Все это не про Благовещенск. Мне здесь нравится то, что если ты кому-то интересен, то тобой действительно интересуется. Меня это раздражает в Москве, но здесь мне как отдушина какая-то, искренность есть. Вот, наверное. Я еще не начал об этом рассуждать, но в процессе интервью я понял, что это искренность. У людей есть. Я счастлив от этого. Здесь же все такое тепленькое. Вот я утеплился. Я наделал вязаную бабочку, вязаную кофточку и вязаную, вернее, валеную, сваленую, как-то валяльными станками сделанную курточку, потому что прохладная. Все началось с бурановских бабушек. С моей дружбы Бабу Катя как-то мне однажды подарила деревянную бабочку. И говорит, это мой муж делает, он вот тебя любит, ты только вот не выбрасывай у него на глазах. Я говорю, что бабочку? Ну ты же не будешь носить, она дурацкая, странная, вот он сам делает, он вот реализует себя. А мне так понравилось. Я стал носить эту бабочку везде, практически не снимая, потому что я такого никогда не видел. И теперь мне стали дарить огромнейшее количество разных бабочек, деревянных, железных, пластиковых, светящуюся бабочку подарили. Она в граммашке в колбакл есть. Здравствуй, здравствуй, снова рад видеть тебя. Здравствуй, здравствуй, снова рад видеть тебя. Я всем рекомендую иногда посмотреть какие-то мужские журналы с мужской модой Не для того, чтобы идти покупать какой-то там магазин, где очень дорого Нет, есть российские дизайнеры, есть твои близкие люди, которые тебе подскажут Что тебе идет, что не идет, и может быть даже купят Как мои родственники мне покупают разные куртки Вот эту куртку, по-моему, я не сам покупал, мне ее подарили Мои родственники, которые знают мои размеры Моя тетя, она обожает ходить по магазинам в Европе И вот она говорит, Димочка, так я тебе купил, и все садится идеально в мою фигуру Ты найдешь меня, найдешь в своем взгляде Я люблю арабику, мне нравится арабика Хотя и рабуста мне тоже Мне главное, чтобы кофе был качественный Чтобы зерна были не пережарены Вот сейчас вот этот кислый аромат на очень приятен Потому что само по себе вот эта вот организация этого процесса, кофепития Это вроде как ерунда Но для того, чтобы кофе был вкусным, нужна хорошая компания Но сегодня об этом говорили с актрисой Оксаной Сташенко Она говорит, даже самый плохой кофе может скрасить компанию Дима Мистера Вот такой он ее был, приятно Но это шутка, конечно, и про компанию, конечно, серьезно Обязательно должна быть компания Компания книги, компания даже соцсети И уже хорошо Слова и ожидания Научи меня Смело верить в чудеса Всего одно желание Одно желание Смотреть в твои глаза Я просто должен быть с тобой И теплым ветром на губах Напоминать, что счастье рядом Я снова приду Не позвони Скажешь опять Поздно Пусть все горит Рушится мир Падают вниз Звезды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова